Здравствуйте, дорогие друзья! Спасибо, что вы в этот жаркий летний день не поехали на дачу, не прячетесь в тени, а пришли поддержать нас и нашу борьбу за Новороссию. Я и на прошлом митинге 11 июня говорил, и сейчас скажу это в самом начале. Главный герой это вы, свободные люди, которые делают свой выбор каждый день, на свой страх и риск порой, на свои средства, на свое свободное время. После работы, как и все мы, помогают Донбассу и Луганску. Спасибо вам! Этот митинг мне хотелось бы начать для современной политической сцены необычного действия, но для здорового русского общества, как мне кажется, абсолютно естественного. Здесь у нас сейчас на сцену поднимется Тихвинская икона Божьей Матери Ополченная, особо почитаемая русская святыня, которая находилась с русскими воинами на Вородинском поле. И будет проведен молебен. Ребята, которые держат икону, это настоящие ополченцы с Донбасса, которые специально приехали на несколько дней. Эта икона сразу же после молебна поедет в Донецк, и уже завтра будет крестный ход, который будут возглавлять Донецкое ополчение и стрелков. И рядом с нами абсолютно вот не случайные также женщины находятся. Это жены офицеров-ополченцев, тех самых, которые сейчас сражаются за русский мир в Донецке. Попрошу поприветствовать их. Пожалуйста. Дорогие братья и сестры, по нашей русской традиции, перед любым делом мы просим благословения, помощи Божией, и особой молитвы возносим к Матери Божией, к нашей владычице, заступнице земли русской. И вот икона Тихвинская, которая была явлена нашим людям, еще при великом князе Дмитрии Донском. В 1918 году ополченцы попросили список этой иконы, которую вот перед вами сейчас здесь. Назвали ее Тихвинская-Ополченская. Она участвовала во всех наших сражениях в 1912 году с ополченцами. Давайте сейчас помолимся, чтобы она опять защитила нашу землю, наш народ, наши святыни, чтобы прекратилась война, чтобы прекратилась насилие, которое в 21 веке почему-то опять в этом обществе, в мире продолжает. Вроде бы и все силы мировые говорят о мире, а все равно идет смерть, идет разрушение. Давайте помолимся. Благословен Бог наш, всегда, ныне пресного, в веки веков. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесную, Тешителю Души истинной, живи в детстве и вся исполняй, сокровища благих и жизнеподателю. Приди, селесивная, очистенная, всякий искерный, спаси, блажа души наша. Бог Господь, явися нам благословен, гряду им Господне, исповедуйтесь о Господе, веку благ, веку милости Его. Вышедший бы дождь, мне мне Господне, упротивлякся им. Не умру, но жив буду, и повем дела Господне. Камени Гожи не пригожи, зердущие, сей бысь в огла в угла. От Господа бы сей здивен в очи всех наших. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Пресвятая Богородица, спаси нас! Все святые земли русские, молите Бога у нас! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! И ныне и пресно, и во веки веков! Аминь! Во блес Святой Владычице, нашей Богородице, Преснадиве Марии, помолимся! Богородице, спаси нас! Благодарим Тебя, о, преблагаю, пречистая, преблагословенная Дева Владычица, Матерь Христа, Бога нашего, о всех благодеяниях Твоих, я же показал и сироду человеческому, наипаче же нам, христа именитым людям, российским, о них же не же самый ангельский язык, похваление доволен будет! Благодарим Тебя, якожи, на неудивила Иси незреченную Твою милость на нас, недостойных рабек Твоих, при естественном самопришествии, при чистой Твоей иконы, ей уже всю просветила Иси российскую страну, тем же мы, грешные, со страхом, радостью, поклоняющиеся в Ипиемте. Благодарим Тебя, о, пресвятая Дева Царица Богородица, спаси, помилуй, люди Твои, подашь победы на вся враги их, и сохрани грады и вся грады страны христианские, от вся гагановета вража избави, и всем себя на пользу даруй, ныне пришедшим с верой, молящимся рабом Твоим, и поклоняющимся пресвятому образу Твоему, Яко благословенный сестра, тщим от Тебе, Сыном и Богом, ныне пристно и во веки веков. Аминь. Премудрость Пресвятая Богородица, спаси нас, честнейшая Херуемя, славнейшая, в без стране и без у Spline. Бога и Слово, родшего Иссоюи, Богородица Твоя Величаем. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне пристно во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови Христос истинный Бог наш молитвами, причистоя своей Матерью всех святых, помилуй и спасет нас, яку благ и человека любец. Аминь. Дорогие братья и сестры, давайте поможем тем, чем мы можем каждым нашим братьям, в защите нашей веры, наших святынь, в защите жизни людей. Каждый на своем посту, если человек во власти, значит надо приложить все усилия, чтобы прекратилась война. И мы здесь с вами поддержим кто молитвой, кто как может. Наша главная задача объединиться. Когда русский народ разъединяет, потом его по частям и очень легко уничтожить. Но все беды и все скорби всегда наш народ объединяли, объединяли вокруг веры, вокруг нашей Родины. И мы опять выживали, вставали на ноги, поднимались и жили своей свободной жизнью. И прошу вас благословить этой иконой всех, где предстоящих, здесь все присутствующих. И все, кто сейчас будет отправляться в Донецкую, Луганскую республики с гуманитарной помощью, страдающими с лекарствами, с продуктами. Храни вас всех Господь и Матерь Божия. Продолжение следует... К микрофону приглашаются жены боевых командиров, которые скажут свои слова о происходящем в Новороссии. Здравствуйте. Я к вам обращаюсь как жена боевого командира. Сейчас я приехала сюда к вам и занимаюсь гуманитарной помощью по Косыге на 30, потому что нужно мальчишкам нашим помогать. Также очень много нужно помощи для тех людей, которые остались там в Донецкой и Луганской области. Всех небезразличных просим приносить помощь по Косыге на 30, потому что люди нуждаются, и мальчишки также, и люди, которые там находятся. Потому что на обращается много беженцев к нам на палатку, и говорят, что и помощи им не оказывалось в других местах, где и не обращались. Всех небезразличных москвичей просим не остаться неравнодушным к нашему горю. Спасибо всем большое. Здравствуйте. Я как жена боевого командира хочу обратиться к вам о предоставлении гуманитарной помощи. Ходяков со своей группой «Русский выбор» на протяжении двух месяцев не предоставляет гуманитарную помощь Донецкой народной республике, а также Луганской народной республике. От него приходят беженцы, которые находятся сейчас в городе Москва, о том, что им тоже не оказывается соответствующая гуманитарная помощь. Пожалуйста, ребята, будьте добры, окажите гуманитарную помощь, и пусть она дойдет до тех мест. До тех, кому она нужна. Друзья мои, еще полгода назад. Зимой мы замечательную Олимпиаду проводили, побеждали в ней. И казалось, что на фоне этой Олимпиады появилось какое-то свежее дыхание, что Россия вот-вот сможет вырваться на какую-то новую перспективу, что мы сможем представлять из себя нечто большее, и как народ, и как государство, что мы становимся новым культурным, консервативным мировым центром. Центром, к которому могли бы тянуться люди и из Европы, и из Америки, и из Азии, как к центру духовности, порядочности, традиционных семейных ценностей. То, чем, в общем-то, всегда была отлична Россия от многих других государств. Нельзя не сказать, что Россию в обозримом будущем ждали хорошие экономические перспективы, для чего руководство нашей страны прикладывало большие усилия. К сожалению, в одночасье все эти радужные перспективы по поводу нашего будущего в один момент выстрелами на Майдане превратились в прах. Майдан изменил не только Украину до неузнаваемости, он изменил и Россию. Когда первые, ну, наверное, не побоюсь слова, нацисты-русофобы пришли в государственные учреждения Украины и начали свои заявления относительно того, что русское меньшинство на Украине есть оккупанты, русская православная церковь, оккупационная. А тысячелетняя история русского и русского на Украине народа оказывается наша монголо-кацапская выдумка. Мы все выдумали. Украина, она всегда, оказывается, была незалежной. И язык, на котором они разговаривают последние 10 лет, оказался языком с древностью в 10 тысяч лет. Сначала показалось, что, ну, как и во время оранжевой революции, немножко погундят и перебесятся, да? Но оказалось, что все намного серьезней. На этот раз задача была не просто отжать власть, на этот раз задача была развернуть Россию и развернуть Украину против России, сделать Россию и Украину стратегическими кровными врагами. Таким образом, когда Майдан зашагал по стране, а вместе с Майданом потянулись так называемые украинские националисты, хотя нельзя назвать человека националистом, в основе идеологии которого лежит только один пункт – ненависть к русскому народу. Не бывает националистов с ненавистью к чужому народу. Надо честно говорить, это нацисты-русофобы, но никак не националисты и никак не патриоты Украины. Тогда, в первый месяц неопределенности, когда Крыму пригрозили поездом дружбой, вспоминаем, да, как это все разворачивалось, еще не было войны, не было массовых расстрелов только в Киеве. Россия встала за Крым. Точнее, Крым встал за Россию. Крым поднялся и сказал, «Хватит! Нам такая власть не нужна! Мы в такую Украину не хотим! Хотите дружить с американцами, с либеральной Европой, в которой ходят гей-парады? Пожалуйста, дружите! Но только без нас! И это был правильный, искренний, истинный выбор крымчан. Они провели референдум, и наш президент присоединил Крым к России. Крым спасли! Была на самом деле надежда, и она по-прежнему остается, что спасти можно всю Украину, не только Крым. Но после этого начались акции по кровожадности, которым я не помню равных. Даже на наших войнах в Афганистане, на конфликте в Чечне, ни одна из сторон не допускала себе расправы над мирными жителями. Никто не позволял себе взять и сжечь 100 человек беззащитных, безоружных в Доме профсоюзов, и выставить это как самоубийство, массовое самоубийство. Тогда весь мир и Россия поняли. видимо, обратного пути не будет. Видимо, новая власть только так хочет решать свои политические задачи. Потом был расстрел в Мариуполе, казни в Харькове. После этого самые вольные, свободные казачьи земли Донбасс и Луганск напомню, тогда еще без оружия, без оружия встали и сказали, нам эта власть не нужна. С Россией или без нее, но к Украине мы больше не имеем отношения. Вы все видели прекрасно тысячи роликов, когда жители городов и деревень Донецка и Луганска голыми руками останавливали солдат украинской армии, первых самых. Я смотрел на них, у меня слезы текли, у меня такого мужества нет. Я боюсь на вооруженных людей идти с голыми руками, а люди не боялись. Понимаете? Какую крепость духа надо иметь? И этих людей тоже начали убивать. Провели референдум. Донецк и Луганск высказались там, 90% проголосовало за независимость. И какой ответ они получили от Киева? Снаряды. Реактивные установки и пули. А также слова о том, что они все недочеловеки, что их всех надо уничтожить, и вообще это не их земля, их надо выселить и заселить туда людей из Западной Украины. Видит Бог, в России никогда никто не хотел войны с Украиной. Это еще полгода назад даже выглядело смешно. 20 миллионов людей в России имеют родственников на Украине. Мы один братский народ. И как так получилось, что этот братский народ две самых важных стратегических и экономических партнера, люди, которые имеют друг с другом родственников, которые ездят, живут, москвичи ездят, и россияне живут на Украине, украинцы приезжают и живут в Москве более миллиона человек. Как так получилось, что эта страна превратилась в главного врага России? В страну, которая требует к себе, политическое руководство, которое требует принятия в блок НАТО, чтобы разместить ракеты и уничтожить Москву. Это преступники, правильно? И это преступники на государственном уровне. И святая задача Донецкого ополчения, которое сейчас героически сражается, это выстоять, защитить Донбасс, защитить Луганск. И в итоге наша война, она до победы. Мы должны освободить русский Киев! У нас есть главнокомандующий, и его зовут Владимир Владимирович Путин. Пусть он решает государственные задачи. Наша с вами задача делать то, что мы можем делать. А мы можем многое. И мы можем, в том числе отсюда, вместе с вами обращаться к нашему политическому руководству и к нашему верховному главнокомандующему с просьбой активнее содействовать защите Новороссии. Признать ДНР и ЛНР. Ввести, уже вводится, ввести экономические санкции против Украины. так, чтобы этот нацистский режим сами люди, которые его выдвинули, так же и скинули. Много сказано о том, какой вклад вносят Соединенные Штаты Америки во всю эту войну. Но я хотел бы все-таки на этом чуть-чуть подробнее остановиться. Та беда, которая пришла на нашу с вами землю, а Россия и Украина это одна земля, она родилась не сама по себе. Она родилась, потому что на протяжении двадцати лет через десятки разнообразных сект, всяческих гуманитарных организаций, культурных организаций на Украине велась антирусская пропаганда. Постепенно вытеснили из школ русский язык. Где-то его сделали вторым иностранным, а где-то вообще запретили. Совершенно не развивалась и гнобилась русская культура на Украине. Американцы за американские деньги предатели с западной Украины формировали новую галичанскую идентичность, которую надели на всю Украину. Для чего им это нужно? Как я сказал в самом начале, впервые, может быть, за 20 лет во многих моментах стало не стыда за свою страну. Мы действительно, и это не пустые слова, потихоньку, но поднимаемся с колен. Мы просто перцы завязывали, на самом деле, присели на колено. Россия не стоит на коленях, только перцы завязывает. и на западе, в Вашингтоне все это прекрасно понимают люди. И то, что делается сейчас, это контрудар, чтобы Россия не смогла подняться, чтобы Россия не смогла претендовать на свое законное место, место сильного мирового государства, место центра культуры и духовности. и для этого они обратили против нас, наших же братьев. Теперь они под видом выдаванных абсолютно предлогов сами сбили Боинг, сами его там уронили, обвинили тут же без всяких доказательств нашего президента и всех нас сказали Путин и русские. Вот так вот мы с вами Боинг сбили. Путин и русские виноваты, поэтому давайте мы изолируем опять этих русских от всего мира. Давайте мы введем санкции, чтобы они дровами топили, чтобы не могли технику покупать, чтобы у них наука не развивалась. Для чего это делается? Открыта война. Нам объявлена война Америкой. И ушаги тут люди. Донбасс это начало этой войны. Мы должны стоять на войне. Никаких споров, никаких ссор. Мы должны быть едины, солидарны, защищая Донбасс, Луганск и русский мир. Мы победим! Слава Донбассу! Стрелкову слава! Теперь хотел бы пригласить на эту сцену человека, который защищая Новороссию принял на себя можно сказать первый и самый сильный удар как от внешних врагов, так и от внутренней оппозиции, которые у нас к сожалению, в стране весьма много. Та самая позиция, которая также не желает возрождения русского мира, ее по-разному называют, Александр Геевич, я думаю, более подробно об этом расскажет. Но именно Александр Геевич Дугин, профессор, заведующий кафедрой социологии международных отношений социологического факультета МГУ имени Ломоносова, замечательный философ, очень искренний смелый человек. Прошу, любите жаловать. Благодарю вас, Алексей. Дорогие друзья, сегодня лето, многие на отдыхе, кто-то в этот субботний день уехал за город, но вы, вы, которые пришли сюда, чтобы поддержать Донбасс, чтобы показать, что вам не безразлично, гибнут за русскую идею герои нашего мира, не герои истории, не герои хрестоматии, которые мы читаем в детстве, а сегодняшние настоящие герои, такие как Стрелков, такие как Мозговой, такие как множество, тысячи, десятки тысяч людей, которые сейчас, именно сейчас, в эти самые минуты, бьются против врагов России, защищая нас с вами, значит, вы пробуждены, вы не просто русские, вы русские, осознавшие, что вы русские, вы пробужденные русские, вы, мы все с вами, настоящие русские, настоящий русский, не может быть безразличен к боли своих людей, не может видеть без слез и гнева Мадонну из Горловки, Кристину, погибшую с гоновалым ребенком, за что? Вы спросите, она невинная жертва, которую убили просто так, нет, это тоже герои, и она, и ее младенец, это герои русского мира, они погибли за нас, с вами, за наших детей, за нашу родину, за нашу веру, за нашу идентичность, за нашу цивилизацию, просто за то, чтобы мы жили на своей земле, они остановили, приняли на себя первый удар тех, кто, конечно, целит не только в Украину, и не только в Донбасс, тех, кто целит в нас, за украинской хунтой стоит США, они не потерпят сильной, свободной, гордой, побеждающей Россией, они сделают все, чтобы остановить наш взлет, тот взлет, который сегодня стал фактом, и те, кто стоят на самом первом рубеже русского мира, эти люди пошли туда сами, они не просто защищаются и спасают жизни, многие люди туда идут сами, их никто не посылает, их никто не приглашает, мне недавно написал в социальных сетях парень из Екатеринбурга, он говорит, продаю старенький компьютер, чтобы купить билет в один конец до Ростова, в один конец, люди, русские люди едут спасать Россию в один конец, вот они наши герои, как здесь написано на плакате, наше имя Стрелков, наше имя Стрелков, потому что он стоит на самом сложном рубеже, наше имя мозговой, наше имя тех людей, которые сейчас безымянных людей, которые гибнут за нас с вами, за Россию, совсем недавно в этот четверг погиб очень близкий друг, руководитель Евразийского Союза молодежи по Ростовской области, который вез колонну с гуманитарной помощью, Александр Проселков, он получил пять пуль, одну из них в сердце, для нас это личное, для каждого из нас это личная беда и личная война, когда кто-то цинично говорит, мы занимаем нейтральную позицию, это не наше дело, там гибнут какие-то сепаратисты, у них свои политические проблемы, это подлая ложь, любой русский человек осознает в своем сердце, что это наша война, не мы ее начали, не мы ее выбрали, не мы ее хотели, ее нам навязали, но у нас есть только один выход, выиграть ее, спасти Новороссию, спасти Россию, я думаю, сейчас есть два фактора, которые принципиальны для решения ситуации, один фактор, это решимость нашего политического руководства помочь Новороссии, и мы должны обратиться к нему с воплем, с русским воплем, Путин спаси Донбасс, Путин спаси русских людей, Путин признай ДНР и ЛНР, Путин введи войска, там воюют не бандиты с ополченцами, против нас воюет регулярная армия, герои стоят один к ста и держатся на этих позициях, но долго это вечно продолжаться не может, против регулярной армии способна выстоять только регулярная армия, это закон войны, мы не должны их бросить, когда нам говорят сторонники неведения войск, что нас хотят втянуть в войну, все забывают, что есть Крым, которых Кунта не признает русским, а кто его признает частью Российской Федерации? Только мы, во всем мире только мы, и весь мир в этом против нас, если они захотят втянуть нас в войну, для этого очень просто атаковать Крым, и все, мы в войне, это не аргумент вообще, это для идиотов, это аргумент предателей, поэтому мы должны спасти Донбасс любой ценой, потеряем Донбасс, потеряем Крым, потеряем Россию, Новороссия, признать Новороссию наше имя стрелков, спасти великий русский мир, это первое, наше обращение к власти, от нее зависит все, или почти все, и вот здесь самое главное почти, еще очень много зависит от нас с вами, вы смотрите на себя, ну говорите, как же так, я простой человек, россиянин, мужчина, женщина, молодой, пожилой, в возрасте, с детьми, что от меня-то здесь может зависеть, все может зависеть от каждого из нас, абсолютно все, великий Достоевский говорил, здесь дьявол с Богом борется, а место битвы сердца человека, Донбасс стучит нам в сердце, Новороссия это духовная проблема, это выбор нашей святой Руси, это наша русская цивилизация, это наша православная вера, это священная война, и мы все должны в ней участвовать, все, абсолютно, каждый на своем месте, вы пришли сюда, вы внесли свой персональный вклад в нашу победу, персональный, вам не безразлично, вам не наплевать, вам не жарко, вы не устали за эту неделю, как, конечно, жарко, конечно, устали, но пришли, в вашем сердце сегодня победил Бог, Бог победил дьявола, и в нашем народе, я недавно на радио говорит Россия, сделал такой опрос, ведущая иронично сказала, кто из вас готовы отдать жизнь за имперские амбиции с ухмылкой, и что же вы думаете, 60% даже в такой формулировке сказали мы, значит, и в них, в этих 60% в их сердце победил Бог, Бог победил смерть, наш Бог победил смерть, Иисус Христос истинный Бог наш, и мы стали верны Ему тысячи лет назад, и остаемся верны русской православной вере, и нашему Богу, которого всем народом приняли во время крещения Святой Руси, но в Донбассе бьются не только православные, не только сторонники патриотизма и монархии, есть очень много людей с советской идентичности, они вместе в наших рядах, нельзя позволить расколоть нас, у нас один народ, левые, правые, белые, красные, мы русские прежде всего. Русские вперед! Русские вперед! Русские вперед! Слава Новороссии! Героям нашим русским героям слава! Спасибо, Александр Сергеевич. Следующим на эту сцену приглашается депутат Государственной Думы от фракции «Единая Россия», человек, который на протяжении долгого времени последовательно обличает ту самую внутреннюю оппозицию, из-за которой Россия застряла в политической неопределенности. Федоров Евгений Алексеевич, депутат Государственной Думы Федерального Собрания, четырех созывов, координатор Национально-освободительного движения. Спасибо. Уважаемые друзья, да, это наша война, сто процентов. Путин, спаси Донбасс. Да, но для этого мы должны здесь дать власть, чтобы это делать. А у кого власть? Здесь, в Москве, в России, почему закрывается граница? Почему не поставляется военная техника? Необходимо, по крайней мере, там кто-то, конечно, продалкивает из патриотов. Почему пытаются перехватить добровольцев? Почему все время подрезают отечественную войну и движение сопротивления на Украине против иностранных интервентов? А почему об этом не говорят? Что это не выбор какого-то там украинского народа, это выбор Соединенных Штатов Америки? Кто в феврале устроил государственный переворот? Что выборы были? Это выборы, мы видели, как в прямом эфире журналистов, которые не так освещают выборы, бьют дубинами по голове в назидание другим, это выборы, это выборы, когда на избирательном участке в центральную комиссию приходят вооруженные силы и говорят заполнять какие надо бюллетени. Там не было выборов. Это типичная, стандартная, тысячная, наверное, по счету и третья за последние сто лет иностранная интервенция на территорию России большой, в том числе Украины. А почему мы вообще смирились, что в 91-м году Украина и Россия разные государства? Как бы даже уже и привыкли к этому? А это не так. Да, мы потерпели поражение в 91-м году, но мы не должны это забывать. Мы понимаем, что стрелков в Донецке, в Луганске, на Донбассе и огромное сопротивление по всей территории Украины, в Киеве, в Закарпатье, в Одессе, которая, да, загнута временно в подполе, временно, оно бьется за нас с вами. Я вот, когда шел сюда, в новости сегодня мужик, ополченец, боец национального сопротивления на Украине против иностранных интервентов, говорит, я не мог себе представить еще несколько месяцев назад, когда смотрел по телевизору конфликты, как там где-то кого-то убивают, это такое было шоу, под семечки, он еще говорит, я смотрел, под лузганье. И теперь я здесь, эта война пришла ко мне. А что, она не придет сюда, в Москву? Разве это не путь с 91-го года, когда в начале Донецк, Луганск, Украина захвачена иностранными войсками, интервентами, во главе, даже записал фамилию, тоже об этом не говорят, генерала, который командует, это операции карательные, его фамилия Рендики, это американский полнозвездный генерал, и возглавие правительства на Украине Рампей, это, напоминаю, европейский чиновник, никакого отношения к украинским жителям не имеющим, это захваченная территория, и это захваченная территория первый этап, второй этап сюда, в Россию, так устроена история, хоть, удивительно, что люди думают, что она какая-то другая, она всегда была конкурентная и военная, что когда-то, немцы, французы, англичане, голландцы, черт знает кто там, не лез постоянно сюда, на восток, чтобы получить колонии и уничтожить население, что разве, американские руководители заранее не предупредили, еще 10 лет назад Олбрид говорила, да, мы хотим в России сократить население в 5 раз, в России, что, английский премьер-министр не говорил полгода назад, что планирует расчленить Россию до Урала, после Урала, никто ничего не скрывает, Гитлер хотя бы секретил свои планы, американцы не секретят, значит, почему у нас нет необходимого сопротивления, да потому что враг здесь, в Москве, он не там, то есть он там тоже, там военный враг, и там наши люди, наши добровольцы, наши патриоты бьются с ним, но у них тыла, в тылу такой же враг, и вот здесь мы, которые здесь находятся, в Москве, нам что, нечего делать, мы разве не этим должны здесь заняться, а как это сделать, а как это сделать, нужно, посмотрите, средства массовой информации, до сих пор, сейчас смотрю, говорят, украинская армия бомбила там чего-то, лучшие каналы, какая украинская армия, войска, хунты, почему врут, почему все наше государство основано с 91-го года на лжи, может быть, начать менять, тогда оттуда надо, может, четко поставить вопросы, почему Путин, когда проводит Совбез, с повесткой дня защиты суверенитета России, под вечер, разбегаются чиновники, пряча глазки, там ничего не получилось, потому что огромная пятая колонна запрещает принимать эти решения, и по войскам, и по бесполетной зоне, и по признанию, и по всем остальным, так эта пятая колонна, она не на Луне, она здесь, у нее есть фамилии, у нее есть организации, нам, вот, нам придется здесь решать эту проблему, для того, чтобы там победили, и вот здесь надо мной написано, до победы, до победы написано, где эта победа, конечно, она не только в Киеве, она здесь, в Москве, и вот эта победа в Москве должна быть на наших плечах, и для этого, а или посмотрите, это финансовые вещи, когда центральный банк, Минфин, открыто говорит, да, мы выполняем приказ США, будем сворачивать экономику в России, такой приказ, так кому они подчиняются, ну, понятно, кому, а где мы, когда мы смотрим на это, мы, национально-освоительное движение, говорим, проблему, которая там, здесь, она придет у суда в Москву, очень скоро, если люди не поймут это, здесь, усыпленные этой вражеской, оккупационной пропагандой, она решается, прежде всего, победа достигается здесь, для этого надо, там, в Донецке, в Луганске, в Крыму, люди догадались, что референдум, вот откуда, они что другие, не такие, как мы, враг на нас напал, у нас есть технология спасения, отечественная война российского народа, народная освободительная борьба, референдум по восстановлению суверенитета, отметок капитуляции 91-го года, это единственный способ для нас не только жить, но и сегодня уже выжить, потому что поставлена задача уничтожить нас и самое ближайшее время, и поэтому я еще раз говорю, для нас есть дело, которым мы должны заниматься, не полностью, 100%, как можем, молодежь, помогать там, Донбассу, но главное здесь, здесь, здесь решать проблему суверенитета России, референдум, 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 Россия должна подняться на референдум и победить, сбросить врага. До победы! Этот митинг стал возможен благодаря объединению более 20 патриотических организаций. До ситуации с Новороссией многие из лидеров этих организаций даже конфликтовали. и никогда не ходили на общие митинги, но общая беда рождает солидарность народа. Солидарный народ, солидарные политические силы, совершенно разные, которые не общаются с друг другом, но одинаково любят русских и переживают за судьбу Донбасса. И сейчас я хочу пригласить на эту сцену одного из самых ярких мыслителей и публицистов русского национального движения, политического обозревателя, публициста, главного редактора сайтов «Русский обозреватель», «Новой хроники», автор книги «Русский проект реставрации будущего», «Русский националист. Защитит ли Россию и Украину?» еще, замечу, 2006 года. Егор Станиславович Холмогоров. Здравствуйте, дорогие друзья! Знаете, я на днях побывал в Севастополе, в замечательном русском городе, городе русской славы Севастополе, на главном городском празднике, Дне военно-морского флота. В этом году там впервые устраивался полноценный вот такой военно-морской флот, парад нашего черноморского флота, устраивались стрельбы, которые в течение многих лет запрещала Украина, якобы по соображениям безопасности, а на самом деле просто, чтобы наш флот не мог показать свою огневую мощь, чтобы те, кто в Севастополе боролся за единство с Россией, не чувствовали вот той силы, той поддержки, той мощи России, которая была рядом с ней. И вот я смотрел на то, как пакетом в небо уходили снаряды установки ГРАД, той самой установки, которая сейчас, находясь в руках украинских карателей, бьет по Луганску, по Донецку, по Горловке. С другой стороны, тогда, когда нашим ополченцам удается захватить какое-то количество их, они отвечают тем ГРАДам-карателям. И вот сзади меня стояли двое детей и разговаривали друг с другом. А ты откуда? А я из Севастополя. А я из Днепропетровска. Ой, а у вас в Днепропетровске говорят война? Нет, у нас войны нет. У нас война в другом городе. И вот когда начался этот зал ГРАДов, дети так радостно закричали «Войнушка! Войнушка! Давай еще войнушку!» Я в ужасе подумал о том, что в зависимости от того, как сложатся события, война может прийти либо в Севастополь, либо в Днепропетровск. И эти дети столкнутся с этими ГРАДами самым непосредственным образом здесь и сейчас. И сейчас все наше общество, все многообразие политических сил делится, строго говоря, только на две категории. На детоубийц и на тех, кто детей защищает. На тех, кто пытается остановить эту ужасную войну. И на тех, кто говорит «Давай еще! Давай еще! Давай еще! Еще больше крови! Еще больше смерти!» И вот он, какой парадокс. Что детоубийцы, что партия войны это те, кто сегодня говорит «Не надо никаких войск, не надо никуда вмешиваться, не надо Донбассу никакой помощи. Там воюет какое-то незначительное количество людей во главе с каким-то реконструктором Стрелковым. А если помощи нужна, то она идет, уже не паникуйте. Всем помогли. Уже там через границу идут колонны танков, которые какие-то странные, невидимые танки. Они идут по Ростовской области, их всех видят, все их видят, а потом они переходят через границу, и почему-то у Стрелкова их не оказывается. Какие-то очень странные, новая модель. Есть плавающие танки, вот есть, видимо, невидимые танки. Так вот, вся эта, не знаю, этот закон не запрещает, надеюсь, слово сволота, но вот вся эта сволота, все те, кого мы называем партией Слива, это детоубийцы. Это те люди, которые хотят, чтобы снаряды украинских карателей летели в дома мирных жителей, летели в парки, летели в детские сады, летели в таких вот матерей, как Кристина из Горловки, которую убили вместе с ее годовалым ребенком. Не знаю, вы знаете, что такое терять годовалого ребенка? У меня однажды дочь оказалась на грани жизни и смерти в год. И вот вы можете поверить, что несколько часов я знал, что такое гибель годовалого ребенка. И вот вопрос в том, мы сможем это сейчас с вами остановить или нет? На нас полная доля ответственности. На нас полная доля вины. Потому что весь март, весь апрель наше политическое руководство говорило, если в вас будут стрелять, русские придут и защитят. Это неправда, что никто никому не давал обещаний. Слов было сказано достаточно и достаточно серьезных слов. Но те силы, для которых их отдых на Лазурном берегу, для которых их домик где-нибудь в Альпах важнее, чем кровь родных людей по абсолютно вымышленную границу между Россией и Украиной, оказались на тот момент сильнее. И фактически мы с вами были втянуты в состояние, когда мы, как нация, были вовлечены в предательство своего собственного народа, части своего собственного народа. Но те... Совершенно верно. Позор! Позор всем тем, кто помешал нам защитить русских людей на Донбассе. Позор тем, кто помешал оказать эффективную помощь. Позор тем, кто сейчас фактически ничуть не слабее, чем какой-нибудь батальон карателей Донбасс или Днепр, или Азов, или что-нибудь там еще во главе с этим боевым пидорасом Лешко, что вот точно так же нам сейчас бьют в спину, нам с вами бьют, стрелкову бьют, ополченцам бьют, даже вот этому митингу били нам в спину, чтобы он не состоялся, и чтобы народ сюда не собрался. Им всем позор. Сегодня Донбассу нужна наша с вами помощь. Наша с вами эффективная помощь. И это значит мнение каждого из нас. Это значит слово. Это значит поддержка для беженцев. Не отвергайте их. Если они вам даже лично чем-то не нравятся, если вам кажется, что они какие-то не симпатичные ли, потому что люди, которые попали в беду, не всегда выглядят очень хорошо, как бы радостно, счастливо, приветливо и так далее. Всегда всем, чем сможете, помогите. Помогите, если у вас есть родственники и знакомые на Донбассе, вывезти оттуда женщин и детей. Мужчин лучше не надо по понятным причинам. Вот. Если вы можете помочь добровольцам, помогите добровольцам, помогите всем, чем только можем. Но нам важно политическое еще решение этого вопроса. Мы действительно должны сказать всему нашему государственному руководству, что предательство мы не простим, что сегодня на армии Новороссии нужны не какие-то жалкие подачки в виде там подбросили тайком пару минометов или гранатометов. Сегодня туда нужны организованные добровольцы. Вот знаете, когда США воевали с Северной Кореей, то в тот момент, когда Северная Корея уже практически потерпела поражение, туда вошла миллионная китайская армия. Сказали, ребят, ку-ку, мы добровольцы. Вот понимаете, там сейчас не нужно миллионной армии. Там достаточно пары просто структурированных бригад. Можно без оружия, можно без всего, они все это найдут на месте. Просто организованные люди, которые умеют воевать, профессия которых состоит в том, чтобы защищать Родину. А я надеюсь, никто из вас не сомневается в том, что Донбасс это такая же часть нашей Родины, как Севастополь, Воронеж или Ростов. И что если сегодня враг победит Донбасс, то завтра придут и за Севастополем, и за Воронежем, и за Ростовом, и за Москвой, и за каждым из нас. Мне очень нравится формула Уинстона Черчилля, который, он хоть был враг, но умный враг, который предупреждал перед Второй мировой войной англичан, которые шли тогда на уступки Гитлеру, что нация, которая пытается избежать войны путем позора, получит и позор, и войну. Так не дадим сегодня нашей любимой России, нашему любимому русскому народу скатиться в позор, за которым последует война для каждого из нас. Спасибо! Слава Новороссии! Слава Стрелкову! Слава России! Слава русскому народу! Народу победителю! Друзья мои, если с учетом жары вам захочется пить, вот эти машины не пугают всех размеров, там вода чистая, питьевая. Это помощь людей, которые за свои деньги оплатили довоз этой воды, чтобы участники митинга не испытывали жажды. Также вот там стоит машина, куда можно отнести гуманитарную помощь для Новороссии, если она у кого-то есть. И вот там можно пожертвовать деньги и получить вот такую замечательную футболку. На все пожертвования будут закуплены амуниции, гуманитарная помощь для ополчения жителей Донбасса и Луганска. На первом митинге, я надеюсь, многие из вас были на нем 11 июня, мы собрали 2,5 миллиона рублей, чем очень многих удивили и даже сами удивились. И все эти 2,5 миллиона рублей были потрачены на благотворительную помощь Новороссии. За каждую копейку мы отчитались публично и стрелков даже лично давал сообщение, которое разошлось по всем СМИ, что наш груз, очень ценный груз, некоторые из, не буду называть, что там было в этом грузе, но некоторые из этих вещей стоили по 120-130 рублей за штуку. Все это благодаря вам, благодаря тем людям, которые пожертвовали деньги и помогли ополчению, ополчению Стрелкова и жителям Донецка. Благодаря вам и вашей помощи. Ополчение Стрелкова до сих пор живо, в том числе, вышло почти без потери Славянска и теперь героически обороняет Донецк. И я надеюсь, скоро уже пойдет в контрнаступление. Мы все этого очень искренне ждем. В следующем на эту сцену я хочу пригласить одного из наиболее известных российских правозащитников, российского религоведа, социолога, доктора исторических наук, исполнительного директора правозащитного центра Всемирного Русского Народного Собора под руководством Святейшего Патриарха Московского и всей Руси Патриарха Кирилла Романа Анатольевича Силантьева. Приветствую вас от имени Всемирного Русского Народного Собора. Приятно видеть столько людей, которые пришли поддержать Новороссию. Что хотел бы сказать. Последние 30 лет нашей истории были похожи на первые месяцы Великой Отечественной Войны. Мы отступали, хотя и побеждали, хотя и были контрнаступления, были подвиги, но нас постоянно к Москве теснили все это время. И это и в советский период еще было поздний, и потом. И вот в Москве, как в феврале этого года, открылось у нас второе дыхание. И мы не просто построили оборону, мы перешли в контрнаступление. То, что сейчас происходит, это, в общем-то, разгар битвы под Москвой. Но эту битву мы на самом деле уже практически выиграли. Наш народ сейчас избавляется от того яда, который десятилетиями в него вливали. Вот эта вся либеральная пропаганда 30-летняя, она еще и в советский период, повторюсь, началась, вот стремительно выводится из людей, что подавляющее большинство нашего населения патриотически настроено. Ненавидеть Россию это сейчас удел маргиналов и маргиналов позорных. Оппозиция либеральная сейчас в самом жалком положении за всю свою историю находится, никакой поддержки у нее нет. Они даже элементарно подписей собрать не могут. И вот это все произошло на наших глазах. Время стремительно ускорилось и буквально вот за несколько месяцев у нас появились новые герои, появились новые государства, появились новые подвиги. Еще полгода назад практически ничто этого не предвещало. Мало кто мог это прогнозировать. Да и на самом деле все прогнозы упираются в то, что нельзя предсказать поведение людей. Все зависит от того, как вся тот или иной человек поведет. Окажется ли Чалой в Севастополе, окажется ли Стрелков в Славянске, окажется ли Болотов в Луганске. Вот в Харькове и в Одессе таких людей не оказалось, а то бы сейчас Луганск был бы уже глубоким тылом и бои бы шли вокруг Чугуева, например, и мы сейчас видим, как в стремительном возрождении происходит русского народа и мне как русскому православному человеку очень приятно, что именно русские православные люди, которых списывались из счетов, в котором мы говорили, что они ничего уже не могут, а если кого они побеждают, то это вот слабые ваххабиты или грузины или сомалийские пираты, что ничего мы уже не можем, что наша слава в прошлом осталась, что нас или мусульмане заменят, или китайцы и не останется нас скоро. Ну вот выяснилось, что остался русский дух и несмотря на это в общем-то множество людей воюют и воюют с превосходящими силами противника и воюют так, как не стыдно было бы воевать и во времена Жукова и Суворова. И тем самым наш народ жив. Мы сейчас видим, как появляется действительно новая общность. Вот настоящие новые русские, не те, которые в малиновых пиджаках, а вот настоящий народ Новороссии, который примером всем нам становится. И когда эти республики победят, и они победят, возможно, они для нас станут примером, как можно жить без вороватых олигархов, как можно жить без либеральной сволочи, без извращенцев, без сектантов. Эти страны могут стать нам примером и оздоровить нашу страну. О них уже пишут книги, о Стрелкове, о его людях скоро снимут фильмы. Это действительно герои нашего времени. И народ действительно поднялся. Я часто по России езжу, сейчас я был в Норильске, и там в православных храмах собирают помощь ополчению Донбассу, и на Дальнем Востоке это происходит, и по всей стране, и со всей страны люди едут. Конечно, есть и предатели, есть и предатели среди православных, их и не могло бы и быть, но их меньшинство, и, в общем-то, достойно ведет себя православное духовенство этих территорий. Многие пострадали, священнослужители, вот сейчас по последним данным более 60 нападений было на храмы и на духовенство. Несколько священников погибло, вот отец Владимир Морецкий сейчас пытками подвергается, находится в Харькове. В общем-то, момент истины для многих людей настал сейчас. Сейчас стала более черно-белой наша жизнь, и многие люди наконец поняли, что есть что. Ну и в заключение, как правозащитник могу сказать, что то, что сейчас делает Стрелков, это и есть настоящая русская правозащитная деятельность. После нее не должно оставаться в живых тех, кто нарушает права человека. Спасибо. Меня зовут Евгений Валяев, я также вхожу в оргкомитет митинга «Битва за Донбасс». И хотел бы сказать, что отчасти для чего мы еще проводим эти мероприятия, которые являются публичными. Кажется, сегодня вся информационная война идет в интернете, и не нужно выходить на улицу. Казалось бы, нужно всего лишь в интернете написать в Твиттере, Фейсбуке или ВКонтакте «За ты или против» и поругаться там с бандеровцем. Но картинку, в том числе и для Донбасса, в том числе и для всего мира, сегодня формируем мы и здесь с вами на площади. И очень важно, чтобы те малые силы, даже в Европе, которые поддерживают нас в международных инстанциях, ссылались на это. Потому что они хотят представить такую ситуацию, что власти фашистские, России, нападают на демократическую Украину. Это не так. И очень цены те кадры, которые представляют Россию и защищают ее интересы на международной арене. Сейчас на сцену выйдет эксперт по Украине, политолог, директор фонда развития институтов гражданского общества народной дипломатии, участник международных конференций в Европарламенте и ОБСЕ, автор ряда книг об украинской политике, об украинских выборов и украинском национализме. Буквально две недели назад Кочетков Алексей Владимирович вернулся из Европы, где он презентовал книгу на английском языке, это очень важно, которая говорила и рассказывала о событиях Евромайдана и участия в них украинских националистов. Алексей Владимирович, поднимитесь на сцену. Мы хотели бы, чтобы вы сказали пару слов о книге, где можно купить, где можно почитать, потому что наверняка здесь присутствует наша целевая аудитория. Кому интересно эти события? Спасибо большое. Вы знаете, последние несколько лет я прожил на Украине, я жил в Киеве буквально до конца марта месяца этого года, и еще год назад, гуляя так же вот как сейчас по летнему Киеву, как сейчас по летней Москве, трудно было себе представить, что не пройдет и года, и Киев превратится в то, что он превратился сейчас, и на Украине будет бушевать война. И многие мои друзья и коллеги, с которыми я там и работал, и часто общался, говорили, да что ты, у нас ничего такого не может быть. Украинцы мирный народ. Мы привержены европейским ценностям, у нас все хорошо, а то, что у нас сидят в парламенте нацисты, ну это мелочь, это проблемы демократического роста, это все проходящее и наживное, переживаемое. Но дело в том, что вот смотрите, прошло полгода, нацисты сидят уже не просто в парламенте, они руководят государством, они формируют карательные батальоны, они топят собственную страну в крови. И те, кто не верил в то, что такое возможно, сегодня опять не хотят ничего слышать, они считают, что они правы абсолютно. Многие киевляне теперь поддерживают хунту и считают, что Донецк нужно утопить в крови, что полтора миллиона человек там, как минимум, лишние, вы знаете прекрасно все эти высказывания. и честно говоря, даже с трудом верится, что такое может быть. Вот Женя сегодня сказал о том, что мы презентовали книгу в Европе. Европейцы тоже, когда им начинаешь рассказывать о том, что происходит на Украине, кому они, собственно говоря, аплодировали в январе-феврале месяце, с кем их политики стояли на одной трибуне, они не верят до тех пор, пока не начинают действительно изучать факты. А факты, как говорил один известный политик, вещь упрямая, и факты говорят о том, что сегодня на Украине воцарилась фашистско-олигархическая диктатура. На Украине полным ходом расцветает фашизм, и фашизм это даже не в том, что там министры и генеральные прокуроры, члены фашистских и нацистских партий. Фашизм у людей начинает зацветать буйным цветом в головах. Вы помните, когда 2 октября, ой, господи, 2 мая в Одессе произошли события в Доме профсоюзов, меня, вот лично меня поразила реакция участников украинских социальных сетей, когда вместо того, чтобы ужаснуться произошедшему, возмущаться, говорить, что это нужно прекратить, люди, одумайтесь, люди аплодировали, люди писали про шашлыки из колорадов, то есть весь ужас в том, что очень большая часть сегодняшних украинцев и киевлян, это не только западенцев, и киевлян, и полтавчан, и днепропетровцев, они поддерживают эту власть, и как их излечить от этого вопрос очень непростой, я думаю, что и у нас тоже люди уже прекрасно понимают, что эту проблему придется решать всем миром, что уже на самом деле идет самая настоящая полноценная война, она идет возле наших границ, но она касается непосредственно нас, и хотим мы этого или нет, мы оказались в эту войну втянуты все вместе, потому что отсидеться уже не получится, многие думали, что происходящие в мире процессы, они где-то происходят далеко, многие думали, что можно отсидеться, когда бомбили Югославию, да, вроде как отсиделись, потом был Ирак, потом Ливия, Сирия, я вот был в этом году, уже в этом году в Сирии, и многие сирийцы как раз тогда, когда начинались разворачиваться уже очень серьезные события на Майдане, многие сирийцы, в том числе и довольно простые люди, говорили, посмотрите, ведь у вас будет буквально через какое-то время то же самое, что происходит у нас, действительно, прошло полтора месяца, и Украина полностью повторила сценарий тех событий, которые были в Сирии, теперь на Украине, так же, как и в Сирии, бушует война, я хотел просто сказать одно, что вот сейчас каждый человек должен определиться, собственно говоря, с кем он, со своим народом, или с теми, кто хочет отсидеться, но даже тот, кто рассчитывает, что война его не коснется, очень глубоко ошибается, потому что война коснется любого, не бывает так, что война касается одного, или большинства, а кому-то все-таки удается убежать, в той или иной форме она его догонит, и поэтому каждый из нас должен для себя сегодня решить, во-первых, с кем он, и во-вторых, чем он может помочь своему народу. Не обязательно ехать воевать на Донбасс, но можно даже хотя бы мелочами оказать огромную помощь не только народу Донецка, но и своему русскому народу, который уже находится в состоянии войны. Большое спасибо. Спасибо, Алексей. В следующем на сцену я приглашаю очень интересного человека, которому лично я испытываю глубочайшее уважение, боевой офицер, ветеран чеченских войн, пять командировок, человек, который рискует своей жизнью, защищал когда-то целостность России, а теперь в день ВДВ и я хочу отдельно поздравить наших дорогих и любимых мужественных десантников с их замечательным праздником. Слава ВДВ! Хочу представить вам настоящий русский офицер боевой Валентин Табачный. Здравствуйте, дорогие друзья. Приятно всех вас видеть здесь. Чувствуется, что здесь собрались люди, которые неравнодушны к тому братскому народу, который сейчас гибнет на Донбассе, неравнодушны к судьбе и самой России. Поздравляю братишек с нашим сегодняшним праздником. Слава ВДВ и спецназу! Я специалист как бы по другим предметам в руках держать, но вот приходится иногда микрофон взять, постараюсь сейчас. Трудно говорить после таких уважаемых товарищей, которые выступали здесь полностью с ними согласен. Хотел бы затронуть несколько вопросов. Первый, который лежит на душе, это честь и достоинство наших великих предков, наших дедов, наших ветеранов, освободивших не только Украину, но и всю Европу, даровавших мир, благоденствие, просветание всему, всему человечеству после победы во Второй мировой войне. Не секрет, что именно Красная Армия вложила все основные силы для разгрома фашистской Германии и их сателлитов. Так вот, сегодня на Украине наших дедов называют колорадами, оккупантами. На территории Донбасса вы можете увидеть в новостях еще здравствуйте, ветераны Великой Отечественной войны сидят в подвалах, скрываются и прячутся от бомбежек, которые совершает украинская армия. Конечно, это все дико возмутительно. Люди, которым мы с вами все обязаны своей жизнью, своим существованием, свободой, независимостью, находятся сегодня в подвалах, спасаясь от варварских бомбежек украинской армии. Я бы очень хотел, чтобы там наверху, кто находится, приняли все соответствующие решения и такие, как я, смогли выполнить свой служебный долг, который мы умеем выполнять. Второе, хотел бы сказать, по поводу, тут подходил недавно представитель украинских СМИ, я так понял, дискуссия получилась очень напряженная, она по-другому другой быть не может, как он мне сказал, ваши братья, десантники украинской армии и так далее по списку, я его сразу перебил, сказал, что украинских десантников на сегодня на Украине не существует. ВДВ в свой народ не стреляет. Десантная слава, она достигнута героическими сражениями за спасение народа на фронтах Великой Отечественной войны в Афганистане нашими старшими братьями и нами на Северном Кавказе. И сегодня украинские каратели, которые бомбят Донбасс, нося десантные билеты, тельняшки, введенные легендарным командующим батей генералом армии Маргиловым, не являются таковыми. Это бандиты и преступники. Несколько дней назад на эту тему выступил командующий воздушно-десантными войсками России генерал-полковник герой Российской Федерации Владимир Шаманов. Он однозначно и прямолинейно сказал, что те военнослужащие аэромобильных бригад, которые носят символику ВДВ и совершают военные преступления на Донбассе, не являются десантниками, не являются потомками легендарных войск, воздушно-десантных войск. Было много обращений уже в отношении украинских военнослужащих. Я сам являюсь частью украинец, у меня родственники живут как раз на территории Донбасса. Бабушка жила в Дружковке, сейчас там все уже разбомбили, освободители так называемые в кавычках. Много было обращений к украинской армии с призывами не выполнять преступные приказы киевской хунты. Все мы с вами прекрасно понимаем, что никакой независимой власти на Украине нету. Там есть марионетки, ставленники заокеанских своих они получают сейчас в гривнах неплохие деньги и считают, что эти серебряники, которые они отрабатывают, являются для них самое главное. Они являются военными преступниками. еще хотел бы сказать заключение я не специалист по выступлениям перед аудиториями да простят меня наши друзья хотел бы сказать, что война ведь происходит друзья мои война ведь происходит не против Донбасса не против Украины война происходит против России она происходит вообще в галактическом смысле борьба добра и зла зло пытается уничтожить добро тьма пытается объять свет потому что вот эта исконняя борьба запада с Россией которая длится уже там тысячу лет и может быть даже более она сегодня прибила вот эти откровенные черты волк хищник снимает свою овечью маску я имею ввиду запад и откровенно демонстрирует свое враждебное отношение по отношению к нам если они разбомбят Донбасс уничтожат то следующий на очереди мы с вами я даже не сомневаюсь что с огромным удовольствием они бы бомбили и Москву и другие города уничтожали бы нас но уверен у них ничего не получится потому что история показала уже всему миру те легендарные слова и покажет снова враг будет разбит наше дело правое и победа будет за нами а вот и вы спецназ России всегда стояли и будут стоять на страже защиты нашего народа в чем я вам торжественно вы знаете перед этим митингом в сети где активно нам помогали информировать вас о том что мы как бы проводим битву за Новороссию вторую про нас распространяли массу лжи и грязи и гадости всякой писали что мы тут Майдан собираемся делать что мы тут драки будем с ВДВ устраивать вы видите Майдан здесь видите драки я здесь вижу русских патриотов я здесь вижу честных искренних людей таких же как Стрелков который сражается там сейчас и я отсюда говорю всем тем тварям и мразям которые пытаются поссорить Стрелкова с руководством России не будет этого не дождетесь вы не стравите всех нас друг с другом слава Стрелкову в следующем на эту сцену приглашаю замечательную девушку с очень непростой интересной профессией и судьбой ее зовут Алена Кочкина она журналист из Киева человек который на протяжении последних 15 лет был очень близко к всей политической украинской элите и когда нацисты-русофобы пришли к власти на Украине она одна из немногих не заразилась этой поганой заразой русофобства и нацизма и под угрозой жизни ей пришлось покинуть Украину сейчас она буквально каждую неделю и уже вот через несколько дней опять уедет Донецк и Луганск буквально под артобстрелами она записывает и собирает материалы которые мы потом положим в основу суда над этими преступниками Алёна Кочкина пожалуйста вы знаете я хочу чтобы вот сразу вы ощутили на себе как живут люди в Донецке и Луганске я вам просто расскажу один день представьте что вы просыпаетесь вы просыпаетесь от звука снаряда и если вы лежите в квартире или в комнате спите вам приходится бежать в подвал и так ну вот на моем счету раза четыре мы бегали вы выходите в магазин и вы не застрахованы от того что рядом внезапно не разорвется снаряд как разорвался с мальчишкой который стоял на остановке в Луганске вы как вам сказать вы сушите сухари вот в Луганске сушат сухари потому что с хлебом там напряженка и если бабушки раньше сидели на скамеечках и разговаривали то теперь они сидят в подвале и делятся ну правда у них с чувством юра все нормально но делятся они о том как они выживают и делятся о том почему они не уехали и детские площадки находятся рядом с местами где разорвались бомбы это все есть на моем ютуб канале это видео которое снимала лично я и отвечаю за каждую секунду моего видео и вы знаете когда вот в крайний раз я была в Луганске и мы выехали после того как провели два обстрела градами и потом минометами и мы приехали к дому который был практически снесен и я вижу что скорая уехала мне сказали что женщину буквально увезли я поднялась к ее маме вы знаете это нужно иметь большое сердце это нужно иметь стойкость маме у которой погибла единственная дочь спортсменка активистка красавица и она приехала из Киева к маме в Луганск чтобы помочь с больной бабушкой и потому что мама не хотела уезжать из Луганска и вот эта мама просто сказала она вышла и сказала и показала паспорт этой дочке и место я сняла где кровь еще была и пулевые отверстие не пулевые а вот такие вот маленькие с ноготок пробили стенку два буквально там осколочка женщина сидела с мужем разговаривала на балконе они прошили стенку они прошили кресло на котором она сидела и она мгновенно умерла так вот просто это я вам рассказываю то что сейчас происходит там и поверьте снимать это страшно страшно находиться под градами когда вы приезжаете на место съемки и буквально по вас через пять минут вы выходите из машины начинают бить грады они знаете так вот делают пух сначала потом мы сидим ждем куда он нападет и дальше идет взрыв и самое страшное в том что вы не знаете куда он прилетит в какую сторону в вашу сторону или рядом там куда-нибудь прилетит на самом деле правда страшно когда приезжаете на съемки и в городе Луганске ночью всех объявляют готовность номер один боевую тревогу потому что есть вариант прорыва но после того как ты берешь интервью у людей когда люди подходят к тебе и говорят просто знаете вот просто женщины дети и говорят спасибо вам большое что вы приехали потому что о нас вообще никто ничего не говорит о нас врут украинские СМИ врут Европа врет все говорят что мы статисты а мы люди и мы сидим здесь и мы никуда уезжать не будем да детей стариков больных вывезли все остальные сидят и говорят это наша земля потому что здесь лежит два поколения моих предков и чего вдруг я должна уезжать и вот после этого просто становится уже не страшно а просто обидно за страну в которую я приехала в 2000 году я поменяла гражданство России тогда на гражданство Украины с 2002 года я работала украинским журналистом я работала на всех ну на трех ведущих телевизионных каналов и вот сейчас на меня объявлена охота охота стороны украинской журналистики украинского политикума правого сектора которые каждую ну так раза два в сутки присылает там на в соцсетях или смс сообщения как они будут меня казнить но честно это все ерунда по сравнению с тем когда ты приезжаешь и видишь когда вот у меня охрана постоянно меня сопровождает когда я веду съемки из ополченцев и мы когда вывозили деток оттуда женщина подошла в Краснодоне к одному из наших ребят она вот стоит говорит сыночек говорит ты уезжаешь он говорит да нет ну что вы бабушка говорит я как бы вот тут остаюсь вот видите она встала перед ним на колени обняла его и сказала сыночка я тебя очень прошу мне 75 лет но я хочу жить пожалуйста не уезжайте никуда и вот после этого честно становится уже не страшно вот такая жизнь в Луганске и в Донецке куда я езжу раз в неделю а даже и чаще и я хочу закончить наверное на позитивной ноте сегодня такой день ВДВ просто так сложилось что в Донецке и в Луганске меня охраняют ребята ВДВшники дело в том что в 2000 если я не ошибаюсь в третьем или втором втором году указом президента тогдашнего десантные войска были переименованы в аэромобильные войска Украины и десантники очень возмущались этим фактом я знаю это как бы из первых уст потому что я делала фильм про десантников житомирской десантной дивизии и меня даже наградили почетной медалью имени Маргелова вот и поэтому и поэтому сегодня я зашла на ну я все время мониторю Укрнет там сайты украинские смотрю что они в очередной раз врут зеркалят и быстренько начинаю соображать что происходит в этот момент на самом деле и я увидела сегодня что они придумали новый день теперь это не аэромобильные войска это быстромобильные войска можете зайти смотреть серьезно то есть с утра висела сегодня день украинской инконсации внезапно после обеда оказались быстромобильные войска и и поэтому я просто хочу поздравить ВДВшников потому что они я опять туда поеду они опять будут охранять меня они опять будут меня прятать в случае если будет какой-то прорыв и поэтому на самом деле слава ВДВ слава ВДВ слава русскому народу слава стрелкову следующее на эту сцену я приглашаю девушку которую лично очень искренне и глубоко уважаю потому что она представитель такого нового русского общественного политического движения людей смелых искренних которые делают кажущиеся неподъемными делами человек который занимается вопросами легализации краткоствольного оружия для законопослушных граждан России политический активист общественный деятель Мария Бутина прошу здравствуйте нам часто говорят что мы должны быть безразличны к этой проблеме что в России достаточно других проблем и это нас не касается но это не так мы никогда не будем равнодушными когда убивают наших соотечественников основа любого государства общества любых отношений неважно будь то дружба будь то любовь будь то партнерские отношения всегда является взаимопомощь это готовность протянуть руку помощи и это наша русская традиция поэтому мы не оставим своих соотечественников в беде что мы видим что происходит сейчас пока наших соотечественников убивают депутаты государственной думы находятся в отпуске и на этом митинге я призываю их выйти из отпуска и принять хотя бы законодательные меры чтобы обеспечить поддержку тем добровольцам которые сегодня находятся на Донбассе те люди которые сегодня являются добровольцами которые сегодня воюют за наших соотечественников бесправны практически безоружны и не имеют возможности на получение финансовой помощи вы спросите меня почему я отвечу вам как минимум под двумя статьями уголовного кодекса потенциально находятся эти люди являясь якобы наемниками у них нет правового статуса сегодня со стороны противника привлекается огромное количество частных военных компаний они хорошо вооружены снабжены и обучены против них только наши добровольцы у которых даже нет возможности получить нормальное боевое оружие это ненормально поэтому мы призываем наших депутатов срочно выйти из отпуска и принять в России закон который легализовал бы деятельность в правовом поле наших добровольцев и создал частные военные компании на территории России я также обращаюсь сегодня к организаторам этого митинга с просьбой включить этот пункт в резолюцию мы должны помочь тем людям которые сегодня отдают свои жизни за жизни наших соотечественников спасибо каждому кто сегодня в этот выходной день пришел на этот митинг и показал свою активную гражданскую позицию победа будет за нами победа будет за нами победа будет за нами спасибо Мария за конкретику за конкретное предложение которое мы наверное включим как в требование нашего митинга если вы поддержите это требование следующим выступающим станет представитель международного евразийского движения движения которое последовательно отстаивает и защищает как и Крым так и сегодня юго-восточные регионы бывшей Украины а ныне государство Новороссии Коровин Валерий Михайлович лично помогает и консультирует руководство Донецкой и Луганской народных республик директор центра геополитических экспертиз член общественной палаты России пятого созыва и изборского клуба Дорогие друзья в этот теплый московский летний день у нас к сожалению достаточно поводов для скорби Два дня назад 31 июля в 7 утра пятью выстрелами один из которых оказался смертельным был убит руководитель Евразийского движения по Южному Федеральному округу один из основателей Евразийского Союза молодежи Александр Проселков этот человек являлся идеологом создания нового государства Новороссия одним из тех кто лично присутствовал с первых дней при тех событиях которые мы сегодня наблюдаем и он ни на минуту не сомневался когда отправлялся в Донецк став личным советником народного губернатора Павла Губарева а затем и заместителем министра иностранных дел но напрасно ли была его жертва напрасно ли проливалась кровь его и тех десятков и сотен русских людей которые не побоялись смерти и лично приняли участие в разгроме нацистских карателей посланных озверевшей хунтой я уверен что их кровь и их жизнь были положены не напрасно это кровь которая нужна для пробуждения русского народа русский народ спит более 20 лет он находится в тяжелой спячке и пока русский народ спит запад гуляет он забирает у нас одну территорию за другой он с кровью отрывает часть большой России русского мира вместе с русским народом вместе с теми 20 миллионами русских которые остались за пределами нынешней России но русский народ продолжает спать и нечего пенять на государство которое в нерешительности пребывает сегодня которое не может набраться смелости для того чтобы ввести на Донбасс миротворческий контингент до тех пор пока люди в Москве в других городах России заняты своим бытом личным благосостоянием и комфортом нечего пенять на власть мы занимаемся ремонтом в своих квартирах строительством дач а государство занимается строительством своих дач чиновники ремонтируют свои квартиры и никто не хочет думать о русской крови и никто не хочет думать о русском народе это значит русский народ спит но кровь тысяч жертв мирных людей детей Новороссии это трагедия русского народа но это кровь которая должна пробудить русских на всем пространстве большой России простирающейся далеко за пределы нынешней Российской Федерации русский народ просыпается и он проснется признаки этого мы обнаружим в самой Новороссии русский народ проснется тогда когда будет открыт второй фронт когда русские люди подобные Стрелкову поднимутся в Одессе в Ерсоне в Николаеве в Харькове который был городом героем и который сегодня в нерешительности и растерянности стоит на коленях перед хунтой перед карателями которые казнят их родных близких убивают их детей почему сегодня на Донбассе и льется кровь а остальная Новороссия пассивно взирает на это не решаясь начать сопротивление карателям по той же причине по которой сегодня спит русский народ так вот я уверен что кровь невинных жертв это кровь пробуждения русских к истории и если русский народ проснется мало не покажется никому тогда запад сам ужаснется и пожалеет о том что сегодня провоцирует русских на агрессивную жесткую но так необходимую нам реакцию русские проснутся и тогда русская армия развернется но если она развернется она не остановится на Донбассе она не остановится даже в Киеве и я уверен что границы Львова не станут для нее преградой когда русская армия разворачивается Европа трепещет и встречает русские танки тогда русские приносят свободу не только тем русским людям которые сегодня находятся за пределами России но и всем народам Европы и вот тогда Америка пожалеет что связалась сегодня с нами мы втираем на Путина мы обращаемся к нему но что он может сделать если народ спит русский народ должен проснуться русский народ должен встать и уничтожить всех карателей и тех кто антихристово воинство которое сегодня порабощает десятки народов по всему миру которое творит беззаконие и кровопролитие в арабском мире и на всех окрестностях бывшей Российской империи только вспроснувшись русский народ освободит десятки народов и покончит с источником зла находящимся сегодня не в Киеве а в Вашингтоне поэтому стрелков и его 300 стрелковцев и те кто стоит за ними и те кто помогает им здесь они сражаются не только за Новороссию они сражаются за русский народ слава стрелкову слава русскому народу слава Новороссии слава России обратите внимание две недели стоит 30 градусная жара и только на наш митинг появилась тучка это знак что наша природа вместе с нами разделяет нашу боль и ярость более ярость за убитых женщин и детей в обнимку убивают в Луганске женщин с детьми с малолетними твари твари преступники не человеки только могут убивать женщин и детей представьте на ее месте своего ребенка и ощутите эту ярость с которой мы должны бить врага следующим на сцену выходит членов комитета нашего митинга известный молодежный публицист и писатель Роман Антоновский представляющий право консервативный альянс здравствуйте старательники друзья рад вас всех видеть потому что вы настоящие русские люди не безразличные начну свое выступление с трочкой известного русского националиста и великолепного рок-музыканта Константина Кинчева про нас и про русских в драке не поможем но случись война даст Бог победим победим даст Бог война уже началась война против нас идет в Новороссии там началась русская реконкиста в Новороссии за Новороссией как ни странно находится не Ростовская область за Новороссией находится Москва потому что очевидно что если будет сдан Луганск и Донецк то в дальнейшем следующей целью почуявшей кровь киевской хунты будет Крым а после Крыма и Россия потому что штаты делают беспрецедентный проект они пытаются создать на границе с Россией 50-ти миллионное русофобское государство чтобы столкнуть Европу и Россию лбами своих главных геополитических противников к сожалению у них это частично получается а как действует нормальное государство в такой ситуации государство Израиля к которому многие из вас относятся наверное не очень хорошо тем не менее абсолютно верно защищает свои интересы убили троих израильских подростков они уже две недели утюжат всю Палестину и проводят войсковые операции на территории Иордании или Ливана когда в свое время антиамериканская революция победила на Кубе вблизи от границ Соединенных Штатов Америки была объявлена экономическая блокада не снятая до сих пор было две попытки вторжения на Кубу а когда СССР попробовал там разместить ракеты это чуть не привело к ядерному кризису так что сегодня защищая русских на Украине мы защищаем нас Россию нашу безопасность и сейчас нам должно помочь наше государство внимание которого мы должны привлечь такими митингами потому что мы можем послать добровольцев гуманитарную помощь но к сожалению сейчас не средние века когда один человек владеющий мечом стоит десятерых сейчас даже опытный спецназовец не может ничего сделать с баллистическими ракетами с установками град которые есть на вооружении с кассетными бомбами которые используют против ополченцев киевская хунта сейчас что такое государство государство это те люди которых мы наняли своими налогами и они должны выполнять свою главную функцию обеспечивают нашу безопасность вот поэтому сейчас и Россия наконец должна сказать свое веское слово в конфликте забыть о своих счетах и домах чиновников в штатах а помочь помочь Новороссии можно даже не парить вторжением просто объявить экономическую блокаду обеспечить бесполетную зону более того нам нужно спасти весь русский мир на Украине это не только Луганский и Донецк это Харьков это Одесса это Херсон это Киев пусть галичане строят свое бандеровское национальное государство у себя в Карпатах но пусть не пытаются навязать свои гнилые идеалы русской половине Украины на самом деле врага надо знать в лицо я изучил идеологию правого сектора ведь не секрет что некоторые националисты поддерживают правый сектор учитывая свои субкультурные интересы мол вот там ребята прорвались во власть футбольные фанаты и прочее и сами правосеки говорят мы не против русских не против русского языка но вся их идеология основана на трудах соратника Бандера Ярослава Стыцко где черным по белому написано наши основные враги москали ляхи и жиды москали это мы с вами комментарии излишни более того кого украинские националисты они даже не националисты ведь мы русские националисты мы созидательные потому что наша цель благосостояние русского народа с учетом интересов других коренных народов России а какая цель какая я делаю украинских националистов уничтожим венгров поляков русских все национальные меньшинства украинизируем а дальше посмотрим что будет она не менялась с 40-х годов когда они были частью нацистской машины так вот кого они героизируют может быть Тараса Шевченко нет он писал по-русски включая свои личные дневники его родным языком был русский может быть Богдана Хмельницкого спасшего Украину над оккупацией нет они героизируют предателя Мазепу который был боевым другом Петра Первого который был боевым русским генералом и в итоге предал его шведам он предал православную веру предал русский народ предал своего друга Петра Первого и как собака поток в дерьме и они это предательство возвеличивают в абсолют как первого борца за свободу Украины дальше великий русский писатель и философ Голковский провел интересные исследования украинского национализма почему они выбрали свои иконы и Бандеру хотя у НАУПА создала украинскую ассамбле националистов перед войной Мельник с которым Бандера враждовал а самый успешный полевой командир был Бульбов в принципе самый лузер и самый никчемный украинский националист был сам Бандера но и Мельник и Бульбов были православными украинцами малороссами а Бандера был униатом из семьи униатов то есть они даже выбирая икону национализма выбирают людей которых ничто не связывает с Россией да ни вера ни какие-то родственные родственные связи вот что такое сейчас украинский шовинизм далее я бы хотел еще вторым пунктом своего выступления сказать о пятой колонии внутри России вот сейчас событие на Украине великолепный маркер кто друг а кто а кто враг то есть сейчас наши так называемые либералы уже настолько ненавидят русских что они оправдывают любые преступления то есть для них когда русские выходят в Бирюлеве от отчаяния чтобы восторжествовало правосудие за зарезанного русского мальчика или в Пугачеве еще где-то это русский фашизм у них русская пробежка занятие на турнике русский фашизм потому что они хотят чтобы русская молодежь вступала в однополые браки и нюхала наркотики в клубах а не висела на турниках и поэтому для них даже турник это гидро русского фашизма в то же время они прыгают с этими красно-черными тряпками со значками я грузин со значками я я украинец более того даже они приступают через родовую память ведь многих предков наших современных либералов украинские полицаи сожгли в бабьем яру но они настолько ненавидят русских что они готовы забыть эту боль своего народа лишь бы воткнуть еще один нож в нашу русскую спину вы понимаете мы можем с ними вести дискуссии в мирное время но сейчас война поэтому они должны быть подвергнуты настоящей люстрации они должны быть лишены права голоса вот например Шевчук с Макаревичем собрались петь в украинском госпитале они я считаю после таких поступков должны быть если они действительно поедутся должны быть лишены российского гражданства потому что вот поехали как правильно это сказал к русским притворяющимся украинцами конгресс Ходорковского поехали люди притворяющиеся русскими ни один не должен был вернуться в Россию у всех отобрать бизнес и лишить гражданство потому что это военное время военное время нужно действовать как на войне жестко с любыми с любыми врагами и дальше хотя все мы здесь соратники но я с некоторыми предыдущими выступающими не соглашусь это война не Европа с Россией это война добра и зла и на стороне добра на стороне русских и России сейчас все нормальные европейцы вся традиционная Европа нас поддержали все ведущие правые партии Европы Марина Липен поддерживает Новороссию которая выиграла выборы в Европарламент национальным фронтам недавно венгер Габар Вона из второй по силе партии Венгрии Йобек поддерживает Новороссию более того еще до всех событий на Майдане из интернационала правых партий Европы по представлению венгров была исключена партия свободы за свой шовинизм за притеснение венгров в карпатских областях также болгарская атака греческая золотая заря все они поддерживают Россию заявляют что в ситуации с Крымом мы были в своем праве и Новороссия тоже более того уже сейчас они проливают кровь вместе с малоросскими ополченцами и русскими добровольцами приехали сербские четники воевать на Донбасс приехали венгры из ордена святого Иштвана близкого к тому же самому Йобеку так что Европа на самом деле с нами еще французский философ Геймфайбел достала нас эта Америка мы хотим новую Европу конфедерацию Евросибирь в которой мощная Россия соединится с Европой мощная европейская экономика будет дополнена российской военной мощью вот это будущее и Европы и России сегодня оно решается в Новороссии я рад вас всех здесь видеть потому что у нас разные стратегии достижения общей цели здесь есть инстинкт-демократы евразийцы национал-консерваторы националисты но у нас у всех одна цель это сильная процветающая Россия и вот сейчас время переступить через нурепартийные все противоречия и идти единым фронтом вместе как опять же закончу свое выступление фразой из песни Константина Кинчева мы вместе и давайте возможно я буду сейчас начинать прокричу основные кличи которые для нас общие которые вы все прекрасно знаете я буду начинать вы будете поддерживать слава русские мы русские с нами спасибо вы лучшие следующие выступления представители евразийского союза молодежи Юрия Малиновского вечер добрый действительно надвигаются тучи но они не над нами они с нами и скоро грянет гром в этот самый момент исторический момент потому что сейчас идет действительно новая отечественная война Великая Отечественная война и последняя какой ее будет итог зависит только от нас в эти трагические исторические минуты когда идут ожесточенные бои когда матери жены отцы и дети не спят когда разрываются снаряды маленькие скользкие ручонки на своих айпадах на своих компьютерах здесь и в Европе и на Украине пишут гадости клевету пишут какой-то бред про российский империализм которого нет это ложь война идет простых людей против фашизма против узурпаторов и в этой борьбе неоспоримым доказательством правоты этой борьбы является не только сама борьба а из оплаканные глаза жжет матерей сальвова которые не хотят отпускать своих родных на эту бессмысленную бойню доказательством являются солдаты простые солдаты украинской армии которые сдаются в плены некоторые и даже переходят на сторону ополчения это все доказательство того что идет финальная борьба добра за злом глядь грядет и этот гром ударит по нашим врагам по пятой колонне кто это пятая колонна это либералы абсолютно свихнувшиеся в своем вечном недовольстве чем-то там их недовольство переросло в открытую русофобию в ненависть к стране в которой они родились это уже не люди это тараканы к ним примкнули также различные политические силы разной направленности анархисты ультраправые которые ехали помогать Майдану это все враги это пятая колонна и вот этот гром который скоро ударит который сплотит на всех он должен сжечь татла офисы эхо Москвы канала дождь всех этих мразотных ресурсов не должно быть на нашей территории Россия будет чистой поэтому нам всем нужно понимать необходимость борьбы давите телеканал дождь давите либералов либералам смерть анархистам смерть до вершения хочется сказать что слава Новороссия слава России слава нашему великому народу спасибо следующее выступление прозвучит от представителей национал-демократической партии это партия которая сразу как только начались события изначально еще в Крыму очень ярко поддерживала вступление Крыма в состав России когда у нас предложили события на юго-востоке бывшего государства Украина то национал-демократическая партия тоже так же активно стала помогать русскому самоорганизации и сейчас наверное представитель партии член ЦК национал-демократической партии Михаил Александрович Беляев расскажет нам об этом здравствуйте друзья сегодня мы видим как весь огромный русский мир сжался до одной полевой точки он сжался до границ истерзанной но не сломленной Новороссии сегодня каждый день каждый из нас когда видит сводки и новости его сердце наполняется болью и скорбью за этих людей болью за разрушенные города Донбасса но вместе с этим наши сердца наполняются великой надеждой надеждой в том что мы одержим победу когда долгие годы мы наблюдали как наш народ отступает мы смотрели как русские изгоняются из постсоветских стран мы смотрели как и собственные нашей стране с нами не считаются на нас не обращают внимания и считают что так и должно быть мы видели как во всем мире на Россию и на русских смотрели как на побежденных смотрели как на некую разгромленную страну которая больше не имеет прав но в этот момент встали русские Донбасса они подняли восстание и полностью отказались от этого ущербного и ужасного принципа они заявили что русские никогда не будут сломлены что русским никто не смеет приказывать они сказали мы не будем терпеть когда наш язык отменяют когда нам запрещают быть такими какие мы есть когда нас учат как называть нашим детей и как нам жить они взяли оружие и подняли восстание против этого мира они тогда в первый раз наверное за долгие долгие годы заявили что русские больше не собираются отступать русские теперь готовы перейти в наступление мы смотрим за Новороссией мы наблюдаем за ее победами наблюдаем за ее оружием и мы видим что там на полях Новороссии рождается и новая Россия рождается новая Россия для каждого из нас да довольно часто мы можем слышать от русских Донбасса что их Россия предала что Россия забыла о них что Россия обещала им помощи а теперь не помогает им что она пытается как-то откреститься от этого да к сожалению отчасти это правда официальная Россия сегодня молчит официальная Россия пытается сделать вид что ей нет никакого дела до русских Новороссий но мы простые граждане России мы не будем молчать мы поддержим Новороссию мы поможем Новороссии победить довольно часто можно услышать что русские это разобщенный народ что мы слабы что нам нет дела до судеб наших соотечественников что нас не волнует ничего что бы происходило рядом с нами так вот сегодня все это стало ложью Новороссия сделала лучше каждого из нас она научила нас единству научила нас искренней верности и преданности и любви к собственному народу и сегодня на полях Новороссии рождается наше будущее мы благодарны Новороссии за то что она сделала нас лучше и мы должны помочь должны помочь ей выстоять и победить помочь гуманитарной помощью помочь финансами помочь тем чтобы заставить молчаливую официальную Россию изменить свое мнение и открыто вступить на стороне Новороссии помочь ей это наша цель так что слава Новороссии слава России слава русским воинам Донбасса спасибо что все пришли следующее выступление глава ассоциации православных экспертов эксперт по церковному расколу на Украине фаралов Кирилл Александрович слава Новороссии мы с вами мы с вами соберем сегодня но уже послезавтра пятая колонна собирает в Москве митинг предателей за предательство Новороссии это пятая колонна весьма весьма изящна своей демагодии они нас пытались выставить как майданщиков и подстрекателей революции хотя те кто за Новороссию это опора российской государственности потому что майдан в Москве будет если Москва предаст Новороссию там решается судьба России это будет такой несокрушительный удар по нашей стране что Москва что наша родина может и не выдержать если бы они нанесут термоядерный термоядерный удар изощренные демагоги я говорю не только о фриках Москвы но и о псевдоэлитных предателях типа из Дмитрия Орлова из Единой России которые которые кричат распни распни Новороссию наплюй нам должно быть наплевать мы должны договариваться с Порошенко и эти люди главные подстрекатели Майдана их сценарий известен Россия предает Новороссию Порошенко устраивает блицкрик и так называемую Дню Назалежности 24 августа проводит Парад Победы в разгромленном Донецке Россия получает смертельный удар и 14 сентября начинаются дела в Питере там есть наш русский кандидат православный кандидат губернатора это Георгий Полтавченко ему противостоит Оксана Дмитриева которого враг русской церкви и России Стасик Белковский который призывал 6-й флот США наносить удары по Крыму а спорят плоды на победу готовится и в Москве на выборах в Мосгордуму те силы те майданщики которые организовывали жители новых районов против строительства православных храмов этих центров собирания русского народа тоже готовят так называемые признания но если предательство Новороссии не произойдет если мы поможем то они здесь ничего не сделают демагоги еще кричат что вот дескать вы поддерживаете сепаратизм и вот дескать провоцируете этим сепаратизм в РФ нет ребята сепаратизм в РФ выдуман так называемый сибирский это кучка кучка ничтожеств но главный сепаратист в этой истории это Украина это само украинство изначально идеология отречения от православного русского самознания от русского имени и оно насаждено было путем деноцида ровно сто лет назад начался деноцид русских в Галиции толергоф в концлагеря и из оплота русской идеи Галиция стала оплотом русофобии теперь они устраивают толергоф в Новороссии либо они будут остановлены либо все самые мрачные процессы перетянутся дальше сейчас момент истины великая отечественная война мы действительно должны попросить депутатов Госдумы да и Новороссия в этой истории это главный это собиратель русского народа сепаратист Украина Новороссия борется за иротенту за воссоединение православного русского народа и право русского народа на воссоединение самого большого разделенного народа в мире должно быть закреплено законодательно и конституционно, как оно было закреплено в конституции ФРГ, причем в антинацистской конституции при Кондрате и Аденауру, где было записано целью политики Германии воссоединения разделенного народа. И немцы воссоединились, и мы должны. Поэтому Новороссия борется за русский народ, за русское единство. И необходимо срочно принимать законы и часто в воинских формированиях и реально помочь Новороссии, чтобы спасти Россию, спасти Донеццу, чтобы спасти Москву. Наш президент Владимир Путин начинает делать нужные шаги и заявления. Их было два. О восстановлении святынь чудового Вознесенского монастыря в Кремле, что означает поворот к исторической России. И заявление 1 августа о том, что у России украли победу в Первой мировой войне. Это ответ партии Измены, которая пугает нас Третьей мировой войной. Так вот, все будет самое худшее и Третья мировая война, если Россия предаст Новороссию. Вот тогда будет страшно. Поэтому мы должны не разойти сейчас, а сделать все, чтобы все было доведено до конца, чтобы наш президент проявил политическую, железную политическую православную волю православного лидера, русского лидера и спас Новороссию. Всеми необходимыми этому средствами, спасая Новороссию, мы спасаем Россию. Не расходимся. 5 августа в Лучниковом переулке в 2 часа мы проводим конференцию за спасение Новороссии и за противодействие Майдана в Москве, чтобы мы не оканчивали, чтобы мы не проходили мимо каждого предателя-журналиста, который смеет называть Новороссию, Донецкой и Луганской областью, а бандитов Порошенко силовиками. Никто из них не должен пройти. Еще раз повторяю, опасны не только фрики из Москвы, но и так называемые системные элитные предатели, которые сковывают Владимира Путина по рукам и ногам. Поэтому мы должны быть за Путина, за Стрелкова и обратиться к нашему президенту, проявить железную православную политическую волю и спасти Новороссию. Здесь и сейчас, пока не поздно, и предатели не пройдут. Каждый предатель, вне зависимости от политического положения, здесь, в Москве, тоже должен знать, что ответ близок, и земля у них будет гореть под ногами. Спасибо! Следующий выступающий – глава общественной организации «Русская община Севастополя» Ермакова Татьяна Александровна. Здравствуй, Москва! Говорит русский Севастополь! Мы приехали к вам выразить свою огромную благодарность за то, что вы поддержали нас в этой русской весне. 23 года оккупации, 23 года мы терпели, когда нас угнетали, когда нас лишали русского языка. Но Севастополь проводил по 3-4 митинга в день. Каждое 9 мая мы несли флаги своей Родины. Сегодня здесь, на сцене, я стою с флагом. Это наше боевое знамя, знамя нашего Черноморского флота. Спасибо вам всем! Но пришла беда, беда пришла на Юго-Восток. Можно сказать так, что неоднократно они смотрели на Севастополь и Крым и поражались нашим боевым действием. Мы не признавали Украину. Мы каждый раз говорили, мы Россия. И за это нас судили. Но Новороссия. Что такое Новороссия? Луганск, Донецк, Славянск. Это же наши русские земли. И мы обращались к ним. Поднимитесь вместе с нами. Но так получилось. Дождались зачистки. Идет полная зачистка территории. И народ в этой войне никому не нужен. И воюют здесь два государства. Два государства, две державы. Америка и Россия. И кто победит? Русский народ! Победит русский народ! Так было и так будет. Мы победим с вами. Мы очистим этот мир от этих войн. Из чего бы нам не стоило. Говорят, Севастополь выдержал две обороны. Они стояли насмерть. И сейчас стоят насмерть. Мы и сейчас стоим так. Наши ребята находятся сейчас там. На войне, на юго-востоке. Севастополь и Крым принимают беженцев. Мы содержим их на свои личные деньги. Потому что мы сами беженцы. Мы убежали с Украины и вернулись домой. Нам трудно. Но мы победим. И победим вместе. Знаем, что с нами великая Россия. Спасибо вам! Слава русскому народу! Слава! Слава Стрелкову! Слава! Друзья, переходим к музыкальным обращениям. В поддержку Донбасса. В поддержку Луганска. На сцену для исполнения символического гимна «Марша Новороссии» приглашается коренной луганчанин, музыкант и поэт Роман Разум. Добрый вечер, друзья. Я коренной луганчанин. Живу в Москве 10 лет и занимаюсь возрождением военно-патриотической песни. И моя гражданская позиция в моих стихах, в моей музыке. Молодежный гимн России. Сыны Отечества. Во тьме вековых отголосков в истории русской земли. Мы вписаны бронзовым лоском на браморных плитах стены. В тяжелое смутное время с врагами в неравном бою. Мы верили только в победу и в силу единства свою. Мы дети России великой страны. Мы сила и ум человечества. Мы духом и плотью своею сильны. Славьтесь, сыны Отечества. Мы помним отважных героев, нетленных поэтов стихи. Мы честь не спачкав позор, не били других со спины. Мы помним свои годовщины, великих открытий земли. Мы помним союз нерушимый, который вас двигнуть смогли. Мы дети России великой страны. Мы сила и ум человечества. Мы духом и плотью своею сильны. Славьтесь, сыны Отечества. Мы братья по вере крови, нам боги велели хранить. И историю нашего рода, которую нам не забыть. Все наши плоды и богатства, все то, чему мы так верны. Мы богом единое братство. Мы дети великой страны. Мы дети России великой страны. Мы сила и ум человечества. Мы духом и плотью своею сильны. Славьтесь, сыны Отечества. Славьтесь, сыны Отечества. Славьтесь, сыны Отечества. Славьтесь, сыны Отечества. Славьтесь, сыны Отечества.